Тем временем судьба одесского мэра продолжает решаться в суде. На очередном заседании сегодня продолжили допрос свидетелей по делу Краяна. Свои показания дали сразу 8 человек, заявленных стороной обвинения. В основном это чиновники и депутаты горсовета. Ответить на большинство вопросов прокурора свидетели не смогли, ссылаясь на срок давности. Больше всего обвинение акцентировало внимание на том, знали ли депутаты подробности вынесенного на внеочередную сессию горсовета вопроса о покупке здания на Косовской 2Д. А также интересовались ли депутаты состоянием строения и его стоимостью. Так как и предпочелось, депутаты на заседании материалы не отримывали. Было как раз поведомлено депутатам про то, что помещение перебывает в состоянии, которое потребует, депутаты сами зрозумели, что потребует помещение ремонта. О том, его використовувати за призначением не было бы возможности. Разуме с этим и головующий, и доповидач. Под час розгляда этого вопроса на сессии обвиняемыми по делу проходят 8 человек. Среди них мэр Одессы Геннадий Труханов и его зам Павел Вугельман. Как следствие считает, обвиняемые организовали продажу городу админздания бывшего завода Краян по заведомо завышенной цене. В результате чего громада понесла убытки в размере 185 миллионов гривен. Мэр города все обвинения в свой адрес, разумеется, отрицает. Все абсолютно сегодня пришедшие свидетелями со стороны обвинения, подчеркиваю, первое, что сказали, что они полностью поддерживают этот проект и поддержали в полном сознании, никто их в обман не вводил. Это первое. И второе, что для меня очень важно, что они не жалеют и проголосовали бы еще раз за такое же решение. Работа мэра, когда принесли на сессию, а мы еще услышим свидетельские показания в процессе судебном, и вы это услышите, о том, что на момент сессии я руководствуюсь одним. Секретарь совета подготовил сессию, мне приносят документы, на которые стоят подписи всех соответствующих заместителей и тех, кто обязан это сделать, в юрдепартаментах в том числе. На момент проведения сессии ни одной причины или препятствий для проведения сессии или не выносить вопроса не было.